Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы продолжаем путь вместе с Казимиром. Что-то Казимир сказал черепахе, но перевода нет. И мы отправляемся. Так, это два прохода или... Да, это два прохода. Один освещенный, другой нет. Какая красота. В небе кит. Киты – самые древние существа на Земле. Их особое притяжение и образ, который так странно знаком всем представителям низших рас, объясняется древней легендой эльфуров. Согласно этой легенде, первородный кит, который долгое время одиноко плавал по Верхнему океану, однажды заболел и упал на Землю. Его разлагающееся тело и органы породили всю жизнь на Земле. Эльфуры верят, что они произошли из китового уса, а сердце кита, упавшее в глубокий океан, породило всех морских существ, включая рыб и других китов. Люди, тесно взаимодействовавшие с эльфурами на протяжении истории, приняли их легенды о первородном ките и начали поклоняться океану и китам. По скриптум. Китовья вера не пользуется популярностью среди великанов. Более того, некоторые историки считают, что разные вероисповедания были истинной причиной войны континентов в 704 году. А у того кита, оказывается, два передних плавника. Здесь что-нибудь написано? Здесь, видимо, написано было тоже... Ой. А, нет, мне показалось, что мы упали. Видимо, тоже кусочек легенды написан. Так, что ж, пойдем тогда в освещенную... в освещенный проход. Так, лодочка... В лодочку мы тоже можем сесть, да? А, здесь будет река? Я подозревал, что черепаха отплатит тебе таким образом. В конце концов, когда-то древние эльфуры летали на них. Судьба благоволит тебе. Тебе предстоит преодолеть реку Лену. Этот сплав будет непростым, но я улучшил твой посох и дал тебе возможность... Ускоряться на парусе. Удачи, Казимир. Значит, мы теперь можем ускоряться на парусе. Каким-то образом. Ладно, сейчас попробуем. ЛБ удерживайте для дэша лодки. Ой, ой-ой-ой, так... Э... А-а-а... Понятно. Мы, значит... Должны держать ЛБ и... Потом его отпускать. Да. Ну, хотя бы разобралась. Не совсем сразу разбив лодку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Странно, куда бы я не отправляла грибок, это просто затормаживает нашу лодку. То есть, ну вот, я думала, что я могу вправо отправиться, но нет. Так, грибя мы подтормаживаем, а левый еще стиком мы как бы направление задаем. Понятно, понятно. Узкие места можно проходить. Да, красивые пейзажи. Странные, местами печальные, но красивые. Интересно, эта длинная секция будет с рекой? Ага, впереди тоже пороги и... Пороги и потом сразу же... Вот это вот кальцинированное что-то. Ой, не успела задышиться. Каждое столкновение отдается мне в геймпаде вибрацией. Кажется, что вот-вот лодка развалится. Ух ты! Мы при... Ой, болото. Ты спишь, Казимир? Да? Давайте посмотрим, вдруг у нас сзади что-то еще есть. Рыбы в березах летают. Вот я иду-иду, кажется, ничего не происходит. А, да, меня возвращает обратно. И рыба по-прежнему говорит, что Казимир спит. Красивых и загадочных видов тут, конечно, в этой игре просто огромное количество. Деревня Рыбинск. Да, есть город Рыбинск, а здесь деревня Рыбинск. Кажется, этой деревне не очень хорошо. Люди. Люди, с вами все хорошо? Огонь не горит. Хотя делает вид. Девушки не танцуют. Что-то очень подозрительное. Ну или мы действительно спим. Уйдите, чернильные пятна. И куда же нам идти дальше? Так, мы, видимо, куда-то не туда пошли по той площади, и нас обратно телепортнуло. Куда же нам надо идти, получается. Активных точек здесь нигде нет. А, вот. Надо было посветить посохам. Лейфа, моя дорогая жена и мое новорожденное дитя. Простите меня за то, что меня не было рядом. Да, это был сон Казимира. Значит, вот какая у него трагедия в прошлом. Ты в правильном месте. Ты в правильном месте. Тебе нужно найти скорбящую русалку. Сможешь ей помочь. Так, нам нужна русалка, значит. Эти свечи сделаны из воска рыбьего жира, их легко зажечь и почти невозможно потушить. Они могут гореть столетиями и не наносят урон природе. Мы можем зажечь эту свечу? У меня не получается. Тут кто-то сидит. О, привет тебе старичок. Зачем ты забрался в наши леса? В этом лесу на озере живут русалки. Только одна из них постоянно плачет. Уже целый год плачет. Мне даже кажется, что озеро поднялось. Домовые пытались ее развеселить, но ничего не получилось. Эх, раньше она любила с нами играть в догонялки. Ты, старик, выглядишь как мудрый человек. Возможно, ты можешь ей помочь. Плыви по устью дальше, но будь начеку. Тебе может повстречаться сестра плачущей русалки. Рыженькая такая. Вот с ней шутки плохи. Угу. Значит, плачущая это не рыжая. А рыжая что-то может с нами, наверное, сделать, да? Так, ой, надо бегать. Надо успеть. Успеть, 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 успеть. Так, и вот и новый свиток. Мало кто видел русалок вживую. Обычно они избегают контактов с другими расами. Какое-то время охота на русалок была одной из главных забав князей, а также способом быстро разбогатеть. Один хвост русалки мог стоить как хороший дом в Дальвиграде. Однако не стоит полагать, что они слабы и боязливы. Русалки обладают чрезвычайным талантом к магии. Их здоровье может преодолеть любую болезнь, а их крик способен буквально разрывать живых существ на куски. Известны случаи, когда почти вся дружина могла полечь в попытке поймать русалку. Про русалок мы знаем очень мало и вряд ли узнаем больше. Ничего себе. Так, поднимайся. Поднимайся. А туда вот, кстати, мы можем сбегать? Или здесь? Да, здесь закрыто. Так, поднимайся, друг мой. И снова отправляемся по реке, да? По реке на лодке. И помним, что есть рыженькая русалка, которая может быть опасна. А вот и глава 2. Привет. С тобой нельзя поговорить, да? Ты просто тут сидишь. Ну, хорошо. Опаньки. Стой, здесь не рады людям. Если поплывешь дальше, то очень сильно пожалеешь. Второго предупреждения не будет. Ну, извини, меня попросили помочь твоей сестре. Дурак. Ой-ой-ой. Так, нам, я так понимаю, надо прятаться от ее крика. Русалка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да. Это место не подходит для прятания от крика русалки. Такс. Да, дурак, что делать? Извини, родная. Так, где можно спрятаться? Вот я пытаюсь понять по расходящимся от нее волнам крика. Здесь вот, да, здесь мы уже спрятаны. Так, освещение нам поможет. Танцующий лес, пьяный лес, старейший из лесов Йорда. Так, на самом деле в этих землях изначально были лишь пустые степные холмы. Ели были посажены эльфурами в прошлой эпохе, более 200 лет назад. Первоначально не было намека на странность, однако со временем проявилась неповторимость этого места. Большинство хвойных деревьев стали расти в изящных позах, словно они замерли в танце, околдованные неведомой магией. Вот, значит, как, да? Есть разгадка танцующего леса в Калининграде? Так, ага, здесь нам надо будет прятаться от русалки и при этом освещать вот эти вот штуки, да? Так. Как бы это успеть? Быстрей, быстрей. Еще и на время, вы посмотрите-ка, какая засада. Так, давай, кричи, родная. А теперь мы отправляемся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, мы пошли. Ах, нет, нет. Не получилось. Не люблю задания на время. Очень не люблю задания на время. Ай, если в тебя посветить светом, ничего не произойдет. Успели. А вот в этих вот можно полечить лодку, я правильно понимаю? Да, точно. Ну, хоть какая-то радость. Так, здесь мы никак пристать не можем. Ничего тут нету. Так, вот я не вижу здесь. Ай, ну-ну я же не вижу, ну-ну-ну чего ты? Ну, вот как здесь прикажете работать, когда за деревом ни черта не видно? А-а-а. Получается, прятаться можно только за высокими камнями, да? От ее крика. Вот же противная русалка. И орать она начинает сразу, как мы появляемся. Я надеюсь, хотя бы здесь не на время. Смотри, я добро приношу, видишь? Я делаю добро, дурочка. Так, здесь хотя бы не на время. Значит, нам надо проникнуть вон туда, вон за ее спиной. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну, дышься ты, дышься. Так, мы немножко пострадали от скверны. Быстрей, быстрей. Занудная секция, мне она не нравится. Так, я надеюсь, хотя бы здесь она нас не достанет. Не достала, но теперь нам надо пробраться мимо ее воплей. Что ж ты кричишь-то так, а? Ну, я же хороший. Я же хороший. Хороший дяденька, дедушка. Так, не торопимся, а то знаю я. Все заново придется делать. Все, до свидания. Хотя бы эту секцию мы прошли. Статуи лежат огромные. Так, мы дошли до какого-то телепорта. Отлично, Казимир. Я знал, что эта рыжая не сможет тебя остановить. Послушай, тут небольшой ручей и озеро за этими деревьями. Там обитает другая русалка, сестра рыжий. Она нуждается в селф-лоссе. Хорошо. Пойдем. Уи! Она нуждается в селф-лоссе, но разговаривать пока что с нами не хочет, да? Ну, логично. Если у нее была какая-то потеря. Опаньки. Ай, деревья. Так, куда нам идти за русалкой? Этому нужен кораблик для чего-то, да? Кораблик мы сможем найти здесь или там? А, здесь мы не сможем ничего найти, потому что здесь дерево упавшее перекрыло все. Так, малыш, тебе нужен кораблик. Дорога к лечебнице Нарвы. Бывшая крепость Нарва. Так. Тут что-то дрожит слева. И оно не реагирует на наш свет. Вернее, как-то реагирует, но нет. Ой, ой-ой-ой, утонул. Так, ну что ж, тогда у нас остается путь справа, где у нас, похоже, лодочка наша, да? Нам нужен кораблик для того малыша. Здесь, я кажется, пристать не могу. А я не замечала, до этого у нашего кораблика... А, вот русалочка. До этого у кораблика тоже была тень, как будто бы рыбки. Так. А, пока нас, видимо, не попросят, мы не сможем ничего взять. А там вот рыжая. Это надо будет за красной рыбкой гоняться, убегая от рыжей русалки? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Прости мою сестру старик. Она лишь оберегает меня от таких, как ты. Я имею в виду, от людей. Но я вижу, что ты не такой, как те, кто отнял у меня мою любовь. В глазах у тебя нет ненависти, только бесконечная грусть. Уже год я оплакиваю его здесь, рядом с ним. Он погиб в огне, и я ничем не могла ему помочь. Угу. Значит, ей... Ей нужна эссенция и гребень, да? Так. Так, а здесь... Дом. Там написано дом. Приветствую тебя, странник. Я в печали. Я ищу ингредиенты для алхимика, моего учителя. И я нашел один из тех заветных ингредиентов. Кофе из рыбьего жира. Но ее хранитель, озорной дымовенок, не желает отдать ее просто так. Он готов отдать кофе только в обмен на эссенцию особой рыбы. Но инструменты эльфуров для ловли эссенции были давно утеряны. Что? Ну, значит... Это вот тут просто что-то нарисовано или... Ммм, не очень понимаю механику. Привет. Тебе нужны... О, человека. Человеки – редкость для наших мест. Хотя, одно время твое племя населяло крепость на севере. Заметил, что ты смотришь на гребень. Хочешь его получить? Этот гребень – моя любимая безделушка, между прочим. Как насчет небольшой сделки человека? Помоги нам. Двое наших домовят пошли в подземный затопленный город Ильфуров и не вернулись. Найдешь их – приведешь их обратно, и гребень твой. Так, что? Тут что-то подсветилось. Как-то было что-то. Так. Туда можно проникнуть. Мелодия. И третий, да, где-то еще должен быть. Где третий? А, вон там, вон третий, вижу. А это на время или нет? Ему нужны две красные рыбы. Две красные рыбы. От этого вот как избавиться, я так не понимаю. Он нам что-то даст за две красные рыбы. Ох, как все сложно-то. Так, не падаем. Под покровом таинственных недр этих мест лежит Марглтур, величественный древний город Ильфуров. Марглтур стал священным местом, пропитанным духом предания и поклонения богу-медузе. Для тех, кто ищет встречи с истинной и чистой, двери Марглтура открываются легко, приглашая войти в его древние стены. Однако те, чьи помыслы окутанным раком, должны остерегаться правосудия, ибо медузы – судьи нашего мира. Интересно. Так, туда я пройти не могу. Могу ли я куда-то налево еще улететь? Нет, кажется, нет. Так, а справа что? Справа Нарва. О, написано Нарва. Сложно все. Что здесь? Я не могу прочитать этого. Карта. Серые острова уже не так далеко. Ты преодолел большую часть путешествия. Конечно, тебе еще нужно преодолеть море тайн, но я уверен, что ты преуспеешь в этом. Так, вторая рыба, да? Одна из рыб. Мы должны как-то научиться эти камни разбивать. Я не понимаю, как это делать пока что. Так, рыбоньки, куда вас надо отвезти? Рыбок куда-то надо отвезти. Может быть, их к вот этим вот штукам надо? Нет, ничего не происходит. Хорошо, ладно. Так, слезаем в лодку. Там у нас враги. Какие-то листики. Так, уходи, 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 уходи. Там... Ой! Там новые враги. Вы посмотрите на них. Ой-ой-ой. Так. Да бейся, бейся ты. И эти тут кидаются еще. Вы посмотрите. Наглость какая. Так. Подлечиться. Ой! Они прям очень далеко докидывают. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Фух. Успели. 15 сентября. Пятеро моих солдат обнаружили у себя сыпь. Я поклялся сохранить их жизни, но не смог сдержать обещания. Океаном, клянусь, эту заразу на нас наслал великан, который поселился неподалеку. Как он смеет после окончания войны оставаться на нашей земле? 18 сентября. Утром мне стало хуже. Началась мигрень. Кажется, моя кожа стала синее. Миазма добралась и до меня. Но как? Я не контактировал с ней или с зараженными напрямую. Она заражает всех, словно проникая через воздух. Так, как до тебя допрыгнуть-то? А, вот. Так. Ай. Давай, прыгай. Ладно. Так, мы здесь что-то открыли. Да. Ой, ой-ой-ой. Казимир, вставай. Что мы здесь открыли? Ну, здесь однозначно есть подъем и лечилка. А там какой-то древ сидит. Принеси мне яркое, желтое, духовное. Будет обмен. Рыбок. Яркое, желтое, духовное. Или что-нибудь другое. Так. Вот тут вот я, кажется, что-то не доделала снизу. У меня ощущение. Вон там, вон еще записка лежит. Да. Пятое сентября. У все большего числа пациентов проявляются признаки миазматической болезни. Почти 80% пациентов нашей лечебницы уже не спасти. Двенадцатое сентября. Сегодня у Ивана появилась фиолетовая сыпь. Он был последним пациентом без признаков заражения до сегодняшнего дня. Мы забаррикадировали лазарет. С каждый день я и мои солдаты подвергаем себя риску заражения. Но пока мы еще здоровы. Зачем мы здесь? Зачем охраняем эту богом забытую крепость? Ведь война уже кончилась. В воздухе миазма. Тут что-то можно сделать? Кажется, нет. А вот там вот можно подняться наверх. И вот там вот тоже сверху записки видны. Ага, и здесь какой-то... Ой, упала. Переход. Проход, который можно открыть. Интересно, там упадет доска или нет. Так, здесь можно опустить лесенку. Да. Чтоб каждый раз не обходить. Значит, у нас целая куча дел. Это и для русалки найти что-то, и для домовых, и для этого вот деревянного. Так, тут у нас кого-то привезти надо будет тоже, да? В прошлый раз какие-то голубенькие огоньки были. Так, опускаем лесенку. Ага, вон голубые огоньки. 25 сентября. Чувствую себя паршиво. Еда заканчивается. Ходил на вылазку, наблюдал за великаном. Он притворяется дружелюбным, общается с местным домовым и русалкой. Я потерял столько братьев на войне, а этот гад наслаждается жизнью. Но ничего, мы его проучим. Сегодня ночью. Он пожалеет, что остался на нашей земле. Так, мы открыли. Огонек, пойдешь с нами? А, вот. Эльфуры-отшельники – те немногие эльфуры, которых можно все еще встретить. Приблизительно 100 лет назад почти все эльфуры бесследно исчезли с Йорда. Достоверной информации, достоверно неизвестно, что произошло, но те эльфуры, что остались, рассказывают, что королями эльфуров был проведен обряд, который запланированно или случайно стер почти всех эльфуров из истории. В наследие нам осталось множество подземных городов, часть таких городов все еще предстоит найти и открыть. Те эльфуры, что не исчезли, стали отшельниками и пустились в нескончаемые путешествия по миру. В их глазах до сих пор читается тайная грусть и мысли, что они последние представители своей расы. О, как. На, куда делись эльфуры? Их стерли из истории. Так, попробуем сюда пройти. Так, что у нас здесь? Что будет, когда мы переключим этот переключатель? Эй, как тебе помочь? Я хочу тебе помочь. Я не дотягиваюсь. Где ты будешь летать? Это поможет или нет? Это не помогает. У меня ощущение, что я вообще не с того места начала проходить этот раздел, потому что я не могу разобраться, что делать и куда идти. Вот улетел этот кит и куда? Где мне его теперь ловить? Так, ладно, попробуем тому дереву привезти рыбок. рыбоньки. Рыбоньки. Так, пойдемте в лодку, рыбоньки. Ага, он тут летает. Хорошо, мы это запомним. Привет, дерево. Да, рыбки тебе понравились. И ты, кажется, рыбкам понравился. Подсолнух. Голубой подсолнух – редчайшая аномалия. Видимо, он обладает какими-то сверхъестественными свойствами. Этот ингредиент нужен эльфуру-алхимику. Так, ну, что-то мы начинаем собирать. Но далеко не все. Так, как тебя спасти? Давай, ловись. Китик. Давай, давай, давай. Как мне тебе помочь? Я хочу тебе помочь. Милый кит. Так, мы сделали что-то хорошее, однозначно. Это радует. Прогресс. Так, посмотрим, что там освободилось. Что это? Амбра кита – твердое, горючее, воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте китов. Эта субстанция обладает огромной ценностью, так как имеет множество применений в алхимии. Этот ингредиент необходим эльфуру-алхимику. Хорошо. Так. Залезай. Где-то тут еще плавала рыба для эссенции, нет? Да, вот она. Как тебя поймать? Так, мы поймали одну рыбку. Ой. Не-не-не. Я прочитать хочу, подожди. Эссенция рыбы-петуха считается, что эти существа обитают в местах, где было много любви. Однако существует теория, что помимо позитивных эмоций, они также впитывают зависть, ревность и ненависть. Недаром красный цвет ассоциируется как с любовью, так и с войной. Так. Тогда мы попытаемся отправиться к алхимику. Посмотрим, что он нам скажет. Привет. Ты не можешь нам ничего сказать, да, сейчас? Тогда попытаемся поймать вторую рыбу-петуха. И как это делать с учетом того, что там русалка, рыжеволосая, которая все время кричит? Я пока не очень понимаю. Так. Или тут русалки нет? Тут русалка есть. А, или она не будет кричать. А ты упорный человек, но что-то подсказывает мне, что ты не желаешь зла моей сестре. Если она захочет, можешь с ней поговорить. Мы с ней давно живем на этом озере. Раньше тут обитали эльфуры в своем подземном городе и люди в своей крепости. А сейчас никого уже не осталось. Из интересных мест у восточной части озера есть вход в эльфурское святилище. Там вокруг корней бессмертной березы витает рыболос. Моя сестра очень любила своего мужа. На их обручение он подарил ей гребень, который тот вырезал из очень резкого дерева. Правда, она его потеряла. Думаю, что домовяты украли его, мелкие проказники. Ага, понятно. То есть я немножко не по тому пути пошла, да. Я думала, что русалка будет нас гнобить. А она просто поговорила с нами. Так, мы собрали вторую эссенцию рыбы-петуха. И значит, мы можем идти к эльфятам. И где бы взять еще кораблик для того вот эльфенка, который был на самом входе. Это не вход, да? Это не вход. Либо он потом откроется. Привет. Домовенка точнее. Да, для домовенка. Что мы получили? Кофейные зерна с добавлением рыбьего жира. Это один из самых популярных напитков на континенте Йорд. Такой кофе придают силы и убирает сонливость. Хотя имеет странный вкус, который раскрывается не сразу. Но к нему можно привыкнуть. Этот ингредиент необходим эльфуру-алхимику. Так, мы, кажется, начинаем немножко продвигаться. Почти час прошел с начала серии, и мы начинаем продвигаться. Все? Какие еще ингредиенты тебе нужны, эльфур? Я накаркала. Я не понимаю, как дальше продвигаться. Так, давайте попробуем еще немножко покататься вокруг. Может, что-то удастся найти. Так, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Здесь тоже эльфуры, да? Что-то делают, что-то варят. А, сюда отнести надо было. А, то есть я собрала ингредиенты до того, как пришла сюда, да? А-а-а. R плюс R, B, импульс света. Все, понятно. Надо было, значит, сначала прийти сюда, к этим эльфурам, да? Да, для них это было... Эти все ингредиенты, а не для того парня, эльфура, который стоял там. Все, теперь я могу разбивать... Теперь я могу разбивать вот эти вот штуки. О, как! А все потому, что недостаточно хорошо осмотрела окрестности. И теперь мы можем отправиться за, видимо, рыбой лос. Потому что вот там вот флаг, похожий на символ березы. Которая у Мары растет. Там обычно плавает рыба лос. Вот, надо было сначала все осмотреть. Так, сюда. Теперь-то все заработает. Наконец-то. Эссенция рыбы лос, или рыбы-плакальщицы. Рыбы лос питаются горькими и печальными эмоциями других. Они обитают вблизи берез дрейфа и являются обязательным ингредиентом опряда селф-лос. Чтобы преодолеть боль утраты, ее нужно осознать и прожить. Ну что ж, долго я тут плавала. Очень долго не получалось собрать. Но теперь получилось. Так, возвращаемся тогда к эльфам. И идем туда, где раньше было заблокировано. А теперь мы сможем пройти. Благодаря собранным ингредиентам у алхимиков. Здесь у нас свиток. Лечебные растения обладают невероятными целебными и волшебными свойствами. Они настолько сильны, что могут прорастать даже в самых сложных условиях. И самое ценное в них то, что они сохраняют свои лечебные свойства, даже если выросли в зараженных местах. Эльфуры занимались их культивацией и селекцией, создавая новые улучшенные виды, а также лекарства и зелья на их основе. Самым ценным среди растений является иван-чай, который способен восстанавливать силы и залечивать раны. Однако, к сожалению, он хуже всего поддается выращиванию и поэтому встречается редко. Где же найти кораблик для того малыша, который в самом-самом начале локации стоит? Такс, что здесь? Ты ощущаешь странные вибрации, исходящие из колодца. Взрывать их можно только, когда они ярко светятся. О, а вот и медузы, про которые мы читали. Ниже, найди, помоги. Так, а здесь я могу забрать, Иван, чай? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой. Ага. Я очнулся прямо здесь внизу. Так. А должен был спуститься, да? Опа-ньки. А я тут выйти-то смогу теперь? Ёлки-палки. Нехорошо получилось. Ладно, надеюсь, это не заблокирует нам ничего. Мрачно здесь. Ой, медузы испортились. Ой-ёй-ёй. Камера немного не помогает. Ой. 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 Так, уходи. Уходи, злое существо. Ага, в него надо стрелять. И как? А, вот. Лодкой в него потом. Вот так. А, вот. Помогает. Может ли миазма стремиться к вознесению? Умеет ли она влиять на божественных? Дальше руны неразборчивы. Камень сильно истерся. Так-с. Угу. Понятно. Здесь надо прыгать. А здесь... Проход закрыт. Так, давайте дождёмся сначала. Угу. Так. А мы сможем отсюда в него попасть? Или вот так вот? А влезть вверх сможем? А до туда докинуть? Так, давай. Ага. Ну, что-то однозначно получилось. Значит, здесь вот мы сможем, да, в этой грязюке пройти. Да, но нам надо полечиться. Так, ставим посох на более-менее ровной поверхности. И лечим Казимира. Ой! Ой-ой-ой! Упал. Упал, вставай. Встал, упай. Казимир, не болей. Так, дожидаемся. Ой-ой-ой, чуть не упал. Получилось. Так, теперь нам вроде бы... Не могу понять, куда нам точно надо идти. Ну, попробуем. Так. Это нам что-нибудь дает? Здесь я могу перепрыгнуть? Мне кажется, что все-таки нет. А как же туда попасть? А... А как? а если вот так вот я могу делать посмотрите-ка действительно могу так хорошо так мы разрушили одно из трех щупалец к медузе о и освободили малыша замечательно так и можно скинуть лестничку так тогда идем видимо к следующей по малыш с нами так идем к следующей задачки да это нам как-нибудь поможет так мы здесь проходим через миазму что мы обнаруживаем здесь их тут несколько теперь давай 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 А, нет, еще не фух. Ай, я не могу. Ах. Ну, блин, ну почти, почти же. А, нам засчитали, смотрите-ка, нам засчитали, что мы троих уничтожили, да? Так, малыш. Ну, а второе еще пульте сравнительно легко удалось. Приветик, малыш. Ну, как у нас теперь людно на лодке. Так, здесь что-нибудь еще есть? Мало ли, прочитать что-нибудь или... Так, не забываем светить себе фонарем. Вот, чтобы не было, как в прошлые разы. А, это мы вернулись сюда же, да? Надо будет, наверное, потом, да, в эти колокола бить. Так. Медузы, вы меня пропустите? Нет, медузы меня не пропускают. Какая же камера все-таки иногда против меня работает. А иногда, даже не иногда. так, не попадаем в эти штуки. Такс. Тут тоже порченные медузы. Так. Здесь мы кажется, сможем только спрыгнуть вниз, да? Такс. Те вот штуки будут в нас кидаться, да? Так. И нам понадобится оставлять посох, видимо, там. Да, внизу потом спускаться. Победив вот этих вот мерзких плевак. Давай, убирайся. Давай-давай, выключай свою плевалку. Фу, мерзость. Так, что нам этот тотем даст? так, а это что за штука? Что она дает? я не понимаю. А, справа, да, что-то поднимается. Так. Нет, давайте его установим как-нибудь вот так. Справа я слышу звук, когда посох работает. Ага. Так. Отлично. Когда кто-то хочет заключить договор или скрепить его условиями чем-то большим, чем просто словами, прибегают к услугам медуз. Медузы запоминают условия договоренности и магически связывают участников такого пакта особой меткой. При нарушении договора исполняются условия его разрыва. Неизвестно, можно ли разорвать такой договор без последствий. Короли и князья эльфуров и людей всегда держат при себе небольшую ручную медузу для подписания важнейших контрактов. Понятно. Так. Мы где-то пропустили еще один свиток. Я подозреваю, что этот свиток пропущен там, где домовенок, который хочет кораблик. Я, конечно, могу ошибаться, но не то, чтобы у меня задача все-все-все свитки собрать, но просто интересно и хотелось бы. Там всякие подробности про мир говорят. Так, что же теперь надо будет делать с медузой. Так, садимся в кораблик. Теперь-то надо будет как раз эти самые в колокольчике бить, соблюдая какую-нибудь последовательность, да? Так, давайте на всякий случай подлечимся. Мало ли. Так. нет, мне, видимо, что-то неправильно показалось, да? Сколько же я плавала вокруг этой медузы, и все ради того, чтобы потом понять, что здесь вот был проход. На каменной плите изображены колокола разной формы. Интересно, важно ли это? Да, я думаю, что это важно. В этой книге собраны различные молитвы и истории святых. Наиболее интересным является текст о пробуждении медузы с помощью мелодии колоколов. Маленький колокол. Да, такую последовательность я бы, наверное, не смогла сделать. Так, маленький колокол. Потом большой колокол. Потом треугольный колокол. и потом вытянутый колокол. Спасибо, добрый человек. Спасибо, ура. И вот наконец те медузы улетели. Так, это вот те вот, вот там вот, да, проход был. Да, здесь вот мы еще не были. О, малыши прибыли. Убежали, даже не дожидаясь того, чтобы я причалил лодку. Вот и малыши. Спасибо, что спас моих проказников. Вот, возьми. этот гребень, вырезанный искусным мастером, был подарен русалке великанам на годовщину. Гребень имеет огромное значение для русалки, а значит, он пригодится для обряда селф-лосс. Так, но меня интересует то, что мы так и не нашли кораблик для того малыша на самом входе. Надо поискать, надо поискать кораблик для малыша, потому что иначе мы сейчас проведем для русалки обряд селф-лосс и отправимся дальше. Вот, малыш без кораблика будет тосковать. Поэтому давайте вернемся и посмотрим, где мы можем найти кораблик. Так, здесь вот у нас был камешек. Возможно, мы здесь сможем найти кораблик для малыша домовенка. тут у нас целая локация. Ну, с такими мы уже знакомы. Ай. отлично. Отлично. О, точно, смотрите-ка, кораблик здесь. Чей-то меч огромный. кораблик сделанный из бересты и веточек. Потерял домовой на мосту. Лучше верни его поскорее, иначе забудешь. Нет, ну ты что, я не забуду. Я не забуду, я же вернулась специально сюда, для того, чтобы найти кораблик. но верну, конечно же, прямо сейчас, потому что дальше нам осталось только произвести с русалкой обряд. Ну что ж, домовой, вот твой кораблик. Спасибо, старик. Держи, у меня есть подарок для тебя. Я нашел что-то там. Ты нашел свиток, которого нам не хватало. Домовые дикие духи природы, которые на самом деле довольно дружелюбные и веселые существа. Они любят обитать около небольших поселений людей и эльфуров. Домовые частенько могут красть вещи, так что будьте начеку с ними, однако физического вреда они причинить не могут. Любят играть с детьми и загадывать загадки. Вот такие хитренькие домовята, которые совсем даже не домовята, а лесовята. Ну что ж, теперь значит отправляемся к русалке. домовята. Благодаря тебе я смогла отпустить его из своего сердца. Спасибо, старичок, и удачи тебе в поиске своего исцеления. И нам надо порадовать рыженькую русалку. Но я думаю, что в эти ворота мы отправимся уже не сейчас, а в следующей серии. Поскольку я подозреваю, что это начнет у нас следующую главу после какого-нибудь вступления, как было в этот раз. Так что всем спасибо за просмотр и до встречи в новых сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok